Yahoo в игре. Но подходящая ли эта игра для вас? Сегодня поговорим об этом. Мы снимаем эту программу в середине апреля. Я уверен, что все знают компанию Yahoo. Это интернет-гигант. На данный момент это компании в игре. Что означает в игре? Это означает, что компания выставлена на продажу. Сегодня в конце дня некоторые компании уже внесут несколько закрытых предложений. Пока что мы не знаем, когда они будут открыты и какие суммы будут в конвертах. Но давайте подумаем. Мы не знаем, какими будут финальные цифры. Можно ли сейчас заработать денег на этой компании? Сыграть на слияниях и поглощениях непросто. И я не уверен, что хочу вам советовать это. На графике мы видим, что стоимость одной акции составляет 36 долларов. Чуть раньше цена поднялась до 50 долларов, но затем упала на 14-15 долларов. В последнее время цена этих акций колебалась. Что же такое Yahoo? Вы все прекрасно знаете, что это за компания. Это не просто имейл вашей мамы. Это крупная интернет-компания, которая владеет онлайн-газетами и журналами, а также другими новостными и спортивными изданиями. Это холдинговая компания. Она владеет также 15% гиганта интернет-торговли компании Alibaba. Эта фирма работает в основном на Дальнем Востоке, в частности в Китае. И она владеет подразделением Yahoo Япония, которое работает весьма успешно. Что же происходит сейчас? Почему же владельцы решили продать эту чудесную компанию, которую можно по праву назвать одним из динозавров эры интернета? Лично у меня два соображения на этот счет. Что же происходит в мире бизнеса? Эмейл, мессенджер, платежная система – это все больше не приносит прибыль, а наоборот только отнимает деньги. По предварительным подсчетам около 3 миллиардов в год. А это вряд ли можно назвать успешной историей. Кто же купит эту компанию? В этом заинтересована компания Хорайзенс, а Дейли Мэйл хотела бы выкупить ту часть бизнеса, которая занимается новостными изданиями онлайн. Также и многие другие компании рассматривали возможность такой покупки, но в итоге отказались. Почему? Потому что эта компания представляет собой мешанину. Что же в итоге будет делать покупатель? Купит только часть бизнеса? И оставит компанию Yahoo и ее инвестиции в фирму Alibaba и Yahoo Япония? Или же купит абсолютно все, и уже потом будет решать, что с этим делать? Сколько же все это стоит? Около 36 миллиардов долларов. На мой взгляд, текущая цена в 36 долларов за акцию – это более чем реальная цена. До того, как были предложены суммы для покупки компаний, стоимость акции составляла 28 долларов. Как мы знаем, стоимость акции сильно колебалась в последнее время. Мы видели акции и по 40, и по 42 доллара за штуку. Лично я считаю, что Alibaba – это бриллиант в короне Yahoo. Акции этой компании сейчас переоценивают. Она занимается интернет-торговлей в основном в Китае. На сайте уже зарегистрировано более 300 миллионов пользователей. Звучит заманчиво. Соотношение чистой прибыли к стоимости одной акции превышает 100. Возможно, переоценка и так переоцененных акций – это главный риск, связанный с Yahoo. Негативный момент в том, что, возможно, в будущем нас ожидает борьба за покупку. Сейчас интересное время для онлайн-бизнеса. А Yahoo – это очень известное имя. И акции этой компании можно продать дороже, чем 36 долларов за штуку. Лично я считаю, что для среднестатистического инвестора, который тяжело работал для накопления своих сбережений, эта компания не подходит. Лучше оставить Yahoo – профессионалам. На этом наше время подошло к концу. С вами был Мэтью Стивенсен. И вы смотрели программу «Инвестиционный советник», которая была подготовлена при сотрудничестве Дукаскопе ТВ. Помните, деньги могут позаботиться о вас, но не могут позаботиться сами о себе. Продолжение следует...